В Заполярье завершились торжества по случаю Дня оленя. Накануне его отмечали на острове Колгуев. С момента трагедии, когда там произошел массовый падеж оленей, прошло уже 7 лет. И только сейчас жители острова смогли вновь погрузиться в праздничную атмосферу главного праздника кочевников. Репортаж Екатерины Дементьевой. Несколько лет август на острове Колгуев был таким же месяцем, как и другие. Традиционный праздник, главный для некогда крупнейшего оленеводческого хозяйства, здесь не проводили по понятным причинам. И лишь в 2019-м традицию стали возрождать. Но только в этом году сами виновники торжества смогли присутствовать на празднике. Две упряжки специально пригнали с пастбищ ближе к поселку Бугрино, где и развернулось гуляние. В данный момент релапс стоят уже намного лучше, чем было в 2015 году, со дня создания уже 5 лет прошло. Общее поголовье, которых приучили на сегодняшний день, составляет 60 голов вместе с молодняком, то есть с новорожденными телятами. Есть уже более крупные особи, на которых ездим. Сегодня здесь упряжка у нас, которая более пестрая, это привезенная с материка телята, уже им по два года исполнилось. Выросли они у нас так. Сейчас в хозяйстве семь оленеводов, которые работают вахтовым методом, в среднем по месяцу. Пока стадо небольшое, этого количества пастухов вполне хватает. Во время дежурства они живут в балках, часть из которых уже отремонтировали за собственные средства. Но за время длительного перерыва в работе в негодность пришли не только жилье, но и сани и упряжи. Их мужчины восстанавливают или делают новые. Стройматериалы ищут вдоль берега. На несколько лет из профессии ушел потомственный оленевод Василий Варницын. Жил в поселке и мечтал вернуться обратно, к свободе и оленям. И как только на острове стало расти поголовье, снова подался в тундру. С каждым годом количество телят растет, а значит медленно, но верно увеличивается поголовье. Сейчас в хозяйстве насчитывается порядка 1200 оленей. Частично завезли с материка, диких ловят и обучают. Поймал, завязал, запрек пару раз, убежал, опять поймал. И так, пока он такой не станет, смиренный совсем уже. Человеку привыкнуть это одно. Еще надо загнать в загон еще, корально загнать его. Вот так и гоняем, гоняем, да. Один из старейших оленеводов острова – Александр Михайлович Ордеев. Всю свою жизнь он провел в тундре. Другой жизни и не знал. Начал работать наравне со взрослыми с 13 лет и даже выйдя на пенсию не смог покинуть родных мест. В этом году ему исполняется 85 лет. Теперь он живет в поселке со своей дочерью Верой Александровной, которая тоже выросла на Колгуевских просторах. Говорит, что детей раньше тянуло только туда. Иной жизни они не признавали. Мы умели все дела делать. Дрова рубили, за водой ходили. На охоту я ездила с отцом. Яйца собирали весной. Дикие яйца, гусей обычно мы собираем всегда. Но вот только не умею и боюсь охотиться. Из руль я стрелять не люблю. Вообще не люблю. Поддерживать родовую память жителей Колгуева старается председатель островного землячества Ангелина Ордеева. Второй год подряд она поднимает общественность и своими силами организовывает праздник. В этом году в программе мероприятий, кроме традиционных видов соревнований, прибавились занятия для детей по робототехнике и 3D-моделированию. Вот ко мне уже многие подходили и говорили спасибо. Я понимаю, что это слово спасибо, они включают прежде всего то, что раз в году они объединяются ради памяти своих предков оленеводов. Это очень важно ведь, потому что пока жила память, наверное, будет и олень, будут оленеводы. На праздник традиционно съезжаются жители поселка Бугрино. Все они по большей части выходцы из семьи оленеводов. Весь смысл их жизни не один век заключался в общем деле, которое передавалось из поколения в поколение. Я на первую очередь помню, что у них было на это какое-то чувство, что они что-то в жизни потеряли. И сегодня вот впервые, после долгого перелива, на празднике есть оленя, оленя и пляжка. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», Остров Колгуев.